О, у нас совсем маленькие есть. Замечательно. Но маленьким, наверное, не всем будет понятно, то, о чем я буду говорить. Они вчера готовились фильм смотреть. Какой? Наш отечественный, который вот самый старый. Из архи. Бедные дети. Я поговорю сегодня и об этом фильме, но детей заранее жалко. Надо было им показать какое-то, ну, попроще, попонятнее, посовременнее. Он совсем все-таки... К нему много вопросов, я сегодня их озвучу. Значит, друзья, у нас присутствуют школьники, да, не школьники, чтобы я понимал, как бы... И не школьники. И школьники, и не школьники. Значит, у нас задача усложняется, потому что аудитория очень разная, но я попробую. Потому что разговор, собственно говоря, понятный всем, ну, может быть, маленьким совсем будет не очень понятно. Хотя вот они вчера смотрели фильм Александра Захи. Я потом спрошу, кстати, их впечатление, да, мне очень интересно, что они уловили оттуда и так далее. Потому что говорить будем сегодня, собственно говоря, о любви. И роман так уж написан, и при выходе его в свет в середине 70-х годов он вызвал довольно яркую реакцию. Он был назван скандальным романом, потому что в нем затрагивались темы, которые, ну, в отечественной литературе до этого как-то старались все-таки обходить. Темы порока, супружеской измены, да. Это было близко французам, с Флабером, там, госпожа Бавари, но в русской литературе считалась эти темы не то что табуированными, но о них говорилось в более завуалированной форме, нежели об этом рассказал нам Толстой. И, естественно, нежели той форме, в которой это сейчас происходит в кинематографе, о чем мы сегодня будем говорить, вспоминая множество интерпретаций этой истории. Я тут вспомнил, пока ехал сюда сегодня, разговор со своими студентами. Я преподаю здесь, в литературе институте, я доцент кафедры творческого мастерства, и у меня семинар прозы. Меня зовут Андрей Геласимов, извините, что не представился, я писатель, сценарист и педагог. И, значит, я говорил в прошлом году на последнем семестре со своими студентами, и вдруг как раз что-то мы заговорили о теме любви и в их произведениях, в том числе, в том, как они это пишут, и как классики это интерпретировали. И поднялась очень неожиданная для меня тема, связанная именно с восприятием нынешнего поколения, любовной темы. Я даже какой-то соцопрос быстро провел. Они говорят, что... Да. Они, значит, мне сказали, а как это вообще любовь, как влюбиться, переживать? Я говорю, а вы что, не влюбляетесь, что ли? И, значит, они все так мне гордо сказали, нет. Но отношения бывают. Вот видите, Андрей кивает, потому что он был во время этого разговора. Отношения, говорят, бывают, там мальчик, девочка, юноша, девушка, мужчина, женщина. Но вот любовь, да, вот эти переживания, страдания, что-то как-то, ну... не в тему, они мне говорят. И вот я тогда... Ну, они говорят, а как это? Как это вот все сделать? Как так полюбить, да? Бесконечно, безбашенно. Я им тогда не нашел ответа, но он сейчас, поскольку готовился к этой встрече с вами, то пересмотрел множество экранизаций Анны Карениной. И вчера прям с утра до полуночи я прям штук пять, наверное, смотрел несколько сериалов. И вот я знаю теперь рецепт, как ответить моим студентам. Говорю Андрею в лице, значит, моего курса. Нужно просто сесть и один день посмотреть пять-шесть фильмов про Анну Каренину. Потому что вас просто сметет, да, эта волна эротизма, чувственности. Потому что, ну, каждый из нас... Мы действительно не живем постоянно в ситуации влюбленности. Ну, масса дел. Хотя мы помним, что когда-то давно там влюбился или влюбилась, и были какие-то трепетные чувства, переживания и так далее. Но постоянно мы все-таки живем в другой парадигме. Более спокойной, уравновешенной и так далее. И когда вы смотрите пять подряд фильмов про Анну Каренину, эту парадигму сметает напрочь. Потому что вы оказываетесь погружены в такой аргиастический хоровод этих чувств, да, когда совершенно, как сказать, ну, нет выхода вообще из этих чувств. Когда люди так любят друг друга. Особенно, когда любовь это преступно, трагично и безвыходно. В ней нет выхода. Но при этом она до такой степени сильна, что сметает все на своем пути, включая паровозы. И вот в этом смысле я как-то вдруг... Ну, я же уже взрослый человек, мне 54 года. Но пока я не смотрел, как-то вспомнил все свои эти переживания, какие были 25 лет назад, 30. И это сильное ощущение. Поэтому вот советую вам, если кто-то почувствовал, что у него внутри заскорузло, что он стал спокоен и уравновешен, и больше бурь не будет. Вот посмотрите, что делают эти самые красивые актрисы мира и самые элегантные мужчины, актеры, которые играют в Ромского. И даже Каренина. Потому что есть Каренины совершенно, я сегодня буду об этом говорить, совершенно не отталкивающего свойства. Обманутый муж есть в исполнении Джуда Лоу в экранизации 2012 года, где Джуд Лоу даже меняет концепцию Толстого. Настолько ему хочется не просто оправдать Каренина, а сделать его положительным, глубоким персонажем. Я буду говорить еще об этом, но сейчас чуть вперед забегу. Это связано прежде всего с тем, что артист, он тщеславен. И он всегда, когда выбирает роль, он хочет играть героя. Понимаете, да? Чтобы его герой был прекрасен, чтобы все в него влюблялись и так далее. И вот когда актеру достается роль неприятного типочка, вроде Каренина, у актера происходит внутренняя борьба. Как ему быть? Либо придерживаться буквы того, как это написано автором. И тогда ты идешь на то, что тебя будут не любить твои поклонники. Ты будешь несимпатичен. Либо все-таки, как сделал Джуд Лоу, несмотря на то, что ему все-таки лысинку здесь сделали, она такая немного отталкивающая, но поскольку это глаза Джуда Лоу, все-таки, думаю, женская аудитория, сердце ее вздрогнуло. Особенно от его благородства, как он ведет себя по отношению к Роунскому. И к Анне, главное, к Анне. Он безумно ее любит. Персонаж Джуда Лоу не просто любит Анну, он страдает весь фильм и все время прощает. И он говорит, я как вот тот христианин, которому по щеке ударили, и он подставит вторую. Там у него есть такой монолап, когда он вдруг хватает Киру Найтли за ногу, и как бы... Ну, она сидит на кровати, и он хватает ее за басу, его ступню. Это очень чувственный жест, очень красивый. И он говорит, я подставлю вторую в щеку. И это очень сильный момент в его актерской судьбе. Но, конечно, сильное нарушение смыслов Льва Николаевича Толстого. Вот мы сегодня об этом поговорим. Насколько мы имеем право, делая эти каверы, интерпретировать, насколько мы можем отходить, или мы должны придерживаться истины. Там есть даже классическая сцена, где, если вы помните... Вообще, вы читали Анну Каренину, да, друзья? По большей части? Прекрасно. Потому что школьники, я так вот больше к ним обращаюсь. Там есть классическая сцена, где Анна приходит к своему сыну на день рождения. Она украдкой пробирается, хотя ей запрещено, но она не видела его очень давно. Она очень любит и страдает в отсутствии сына, потому что она выбрала любовь к мужчине, к чужому мужчине. Ей пришлось оставить своего сына, восьмилетнего. И вот она пробирается к Сереже, и во всех экранизациях, как и у Толстого, Каренин является, как грозная тень, и говорит, вам не место здесь, уйдите. Потому что его сердце разбито. Он остался один. А она наслаждается любовью. Но что делает Джудлоу? Он приходит, там сделано все в театральном пространстве. Она целует своего сына на сцене. Там на сцене стоит кровать в таком красивом бодуаре. Кира Найтли целует мальчика. И в этот момент в зрительный зал, это же сцена, а тут зрительный зал. И в зрительный зал входит Джудлоу. В зрительном зале нет стульев. Убраны все кресла. Пустой огромный зрительный зал. И он стоит просто посреди зала и смотрит туда на сцену. И мы видим, что он не просто страдает, а он сострадает им. Он сострадает Анне и своему сыну, которые разлучены. И это видно, Джудлоу это играет, что он сочувствует им, что так получилось. И я своей жене говорю, слушай, интересно, а как он сейчас сыграет реплику «Вам не место здесь». Ну то есть это против его рисунка актерского, который он выставил. Он же им сочувствует, он любит их. А сейчас надо сказать, пошла вон. И Джудлоу молчит. Они просто выморили текст Толстого. Он стоит, молча смотрит. Анна видит его, поднимается, молча спускается в портер, где нет стульев, и проходит мимо него. Это самая красивая сцена во всех экранизациях. Но она не имеет отношения к Толстому. Понятно? Вот. Это вот по вопросу каверов, как делается та или иная интерпретация. Но мы об этом еще вернемся, когда я буду более подробно говорить. Об этой картине. Вот. А сейчас давайте какие-то общие слова скажем. Вступительные. Значит, вкратце я передам фабулу те, кто не знает эту историю. Это история о том, как замужняя женщина влюбляется в блестящего гвардейского офицера, графа Вронского, и оставляет своего мужа, очень высокопоставленного чиновника, который является членом государственного совета. Сейчас это примерно, я не знаю, ну так предполагается, что он такой, знаете кто, ну председатель Государственной Думы Российской Федерации. Вот такого уровня это чиновник. Очень крупный чиновник, входящий, он так и говорит, у меня три друга, он говорит. Государь, Сережа и ты. Но сначала он говорит государь. То есть, такие друзья у него. Это он говорит Анне. И вот такого уровня чиновник оказывается обманутым мужем, рогоносцем. Специально Толстой делает очень высокопоставленным его, потому что имеется в виду, что смотрите, в этот момент, когда писатель сочиняет историю, делая любовный треугольник, вам необходимо думать о мотивации героини. Как ее ввести от мужа к возлюбленному. И следовательно, вы начинаете думать. У нее должны быть дополнительные коннотации мотивации, которые толкнут ее на этот шаг. И тогда вы ставите мужа и любовника в разные позиции. Муж должен проигрывать для того, чтобы у нее был интерес к любовнику. Чаще всего это делается за счет имущественных каких-то вещей. Скажем, муж бедный, любовник богатый. Тогда зрителю понятно, мы смотрим мелодраму. Другой вариант сделать любовника более симпатичным. Внешне он красив, элегантен, а муж занудный и скучный. Толстой пошел по этому пути. Потому что, несмотря на то, что Вронский богат, очень богат, баснословно, Кореин обладает ресурсами не меньше. Понимаете, да? И поэтому Анны выбор здесь как бы не меркантильный. Здесь Толстой снимает уровень меркантильности и расчетливости жизни женщин совсем. Потому что есть тема, что женщина очень расчетлива. Здесь это убирается абсолютно. И нам остаются только чувства Анны Карениной. Итак, продолжая фабуле, значит, она вступает в эту незаконную связь с молодым офицером, который сначала делает это от скуки. Я сейчас говорю о Толстом, не об экранизации. Он делает это от скуки и от того, что почти на пари. Для него это челлендж, вызов. все говорят, что есть такая дама очень добродетельная Анна Каренина, которая предельно верна своему скучному занудному мужу. И он тогда воспринимает это как челлендж, поскольку он легко добивается успеха у женщин. Он идет в атаку, переходит в атаку, долго довольно-таки добивается ее внимания. Анна очень долго противостоит этому вниманию. И в итоге эта крепость падет. Потому что он, ну уж очень настырный, он очень мотивирован. Но еще раз повторю, у Толстого он мотивирован сначала не столько любовью, да и потом не столько любовью, сколько желанием покорить неприступную крепость. Понятно, да? Тут есть мужское тщеславие в образе Воронского у Толстого. Оно есть. Ни в одной экранизации его нет. Я сразу вам говорю. Потому что если бы эту линию ввели в драматургию, в сценарную продюсеры и режиссеры тут же бы теряли мелодраматический контекст. Нам же надо смотреть как зрителям обязательно мелодраму. Это должна быть обязательно история о вечной бесконечной любви, которая так хорошо продается. Начиная с Ромео и Джульетты и через Грозовой перевал или там Гордость и предупреждение все обожают мистера Дарси в исполнении Колина Фирта и так далее. То есть нам нужно обязательно вот это. А если образ Воронского чуть-чуть негативен, как он у Толстого все-таки есть, то тогда в кино его, короче, труднее продать. Понятно? Поэтому сценаристы все идут по этому пути навстречу зрителю. Хотя я вот не знаю, может быть, когда кто-то осмелится такого Воронского сыграть, может быть, кино станет глубже. Может быть, возможно, оно станет чуть глубже, чуть объемнее и более многогранным. Но пока мы видим только истории о бесконечной романтической любви. В принципе, вся история кинематографа, так много получилось экранизации Анны Карениной, что вся история кинематографа мирового опирается на эту фабулу. Потому что экранизации романа оказалось больше сорока. Ни одна книга в истории человечества так не экранизирована. По-моему, даже Ромео и Джульетта меньше экранизации, чем у этого романа. Поэтому можно изучать мировой кинематограф, если вы будете к той школьнике поступать во ВГИК на сценарные или на киноведии. Мировой кинематограф смело можно изучать только по экранизациям Анны Карениной. Начиная с немых фильмов 11, 12, 18 годов сразу после смерти Льва Николаевича начали снимать эти картины и заканчивая последними версиями Карена Шахназарова, которая, по-моему, буквально года два назад вышла с прекрасной Елизаветой Боярской и удивительно элегантным артистом Матвеевым, который является ее мужем по совместительству. И вот поэтому можно смотреть и просто вы будете видеть, как меняется драматургия не только в отношении этой истории, но вообще как меняется операторская работа, как меняется монтаж, как меняется режиссура, как меняется прежде всего актерская игра в интерпретации актрисы и актеров. Это тоже очень видно. Прямо меняются школы, целые школы направления. Поэтому можно изучать строго только по экранизациям этого романа. Итак, фабула очень простая. Анна Каренина приезжает в Москву из Петербурга, чтобы уладить супружескую измену своего брата. И ровно в тот момент, когда она приезжает, она сама встает на путь супружеской измены. Это блестяще придумано Толстым, и это никто не меняет. Симметрия вообще в романе Толстого, как и в этих фильмах, играет очень большую роль. То есть, видите, она приезжает, чтобы разрешить вопрос, но сама попадает ровно в такую же проблему. Это красивая очень симметрия. Об этой симметрии я еще чуть позже скажу. Может быть, экранизаций так много, потому что эту историю можно смотреть бесконечно. Я вот заметил, что я включал, заканчивается один фильм, я включаю другой, и никогда не скучно. Все время интересно. Несмотря на то, что вы смотрите все время одну и ту же фабулу, один и тот же сюжет. Но за счет разных и всегда прекрасных актрис, удивительно красивых женщин со всего мира, начиная с Греты Гарба и Вивьен Ли и заканчивая Татьяной Друбич, которая сыграла эту роль в 49 лет, между прочим, на секундочку. И Софи Марсо, одна из самых красивейших актрис французского кинематографа. Вы всегда смотрите на очень красивых женщин. Ну и мужчины тоже, ого-го. Воронские всегда прекрасны. Это просто какой-то образец мужественности, элегантности, сексуальности, если хотите. Получилось на века. В этом смысле эта история получилась как балет, как Жизель. Вы можете приходить в Жизель в разные театры, на Жизель смотреть и все время вас волнуется на сумасшествие Жизели. Вы думаете, как сейчас балерина выйдет на этот момент. Я, например, всегда в этот момент меня это трогает до слез. Всегда. Как бы то ни было. Ну, конечно, музыка Адана еще взаимодействует с нами. Очень красивые костюмы и декорации. Что в кинематографе играет первейший уровень. Потому что недостаток глубины, который происходит за счет потери текста Толстого, а у Толстого гигантский, крутой текст, всегда, в любой позиции. Но они не могут делать, потому что если вы пустите за кадром текст, то получится литературное чтение. За кадром есть только в двух версиях, я сегодня о них скажу. И он помогает им, очень сильно помогает, когда вдруг голос Толстого начинает звучать. Мощный, красивый, всеобъемлющий. Так вот, в кинематографе, как и в балете, все это решается и компенсируется за счет других средств. Прежде всего, за счет музыки, как и в балете. Потому что, если вы вспомните экранизацию Джо Райта с Кирой Найтли, на которой я сегодня говорил, Джудем Лоу, весь фильм звучит такая прекрасная музыка, что просто сойти с ума можно, ее можно слушать отдельно, ходить, и вы будете все время в приподнятом настроении, слегка грустном, вам будет хотеться плакать, вы будете о чем-то мечтать и ждать любви. Одна эта музыка все решает. В частности, в этой экранизации. Далее, сюда добавляете, как и в балете, костюмы, на которые можно в музей ходить и смотреть. Просто платье Анны от первого фильма там с Гретой Гарба, где она, как орхидея, утонченная, изящная, всегда в светлом, до платьев последних актрис. Это всегда триумф художников и художников по костюму. В частности, по-моему, экранизация с Кирой Найтли получила Оскар именно за костюмы. Одни шляпки можно рассматривать, останавливать кадры и смотреть на шляпки этих дам. Ну, потому что дико красиво. Вуали всегда разные, все потрясающе, удивительно. Итак, мы говорим о музыке, о костюмах, о красивых людях в кадре, о бесконечной и прекрасной истории несбыточной любви. И плюс к этому еще добавляется шоу, которое может нам устроить кинематограф с придумками режиссеров, то смешными, то грустными, то печальными. И каждый раз, когда вы доходите до финала, я всякий раз жду, как будут убивать Анну. И каждый режиссер, ведь берясь за это полотно, он думает, что делать с поездом. Ну, то есть, все знают, чем закончится. Следовательно, удивить уже никого нельзя. Это только Хичкок поступил в своем фильме «Психо», если вы помните, где все выясняется только в конце, когда мы выясняем, что никакой матери не было, а этот маньяк переодевался в нее и ножом убивал своих жертв. И это выясняется в последних кадрах, что мать давно умерла, и труп ее лежит в подвале. Так вот, Хичкок на своих афишах, когда фильм вышел в премьеру, он на своих афишах приписал, внизу было написано в 50-е годы, «Не рассказывайте, пожалуйста, финал никому». То есть, он обращался к зрителям. Он понимал, что если люди выйдут и скажут, «Да там не было матери, это все вот это, всех режет», то весь эффект от его фильма пропадет. Это понимал великий Альфред Хичкок. И вот ровно с этой же проблемой сталкиваются современные режиссеры, которые экранизируют Анну Каренину. Но здесь они уже не могут сказать, не говорите, чем закончится. Потому что это шокировало только первых читателей Толстого. Только они в 1875 году в журнальных публикациях и в 78-м книжной публикации, когда вышли, только они были потрясены сценой гибели Анны. Понимаете, да? Потому что они не знали, чем закончится. А мы-то же все знаем уже анекдоты про паровоз, всякие мемы и так далее, Анну бросили под поезд. Это как с этой бедной собакой Муму. То есть, ну, Герасим ее все равно утопит. Вот школьники понимают. То есть, смотрите, режиссеру приходится всякий раз преодолевать культуру мема, ибо паровоз Иоанна Каренина под поездом уже мем. Поэтому мне крайне любопытно. Я думаю, а насколько же ты талантлив, что ты меня сейчас удивишь. И почти всегда получается. Почти всегда получается. То есть, это все-таки, я к чему это говорю, что мы на протяжении ста лет, отсматривая эту картину, мы всегда встречаемся с очень яркими, талантливыми людьми, которым приходится быть безгранично талантливыми, потому что они соревнуются с толстым на секундочку. И они принимают этот вызов, как Фронский принял этот вызов. И им приходится быть неожиданными. И финалы неожиданные. Я сегодня остановлюсь на этих финалах, поговорим всякий раз, как решает это режиссер, и что получается. В связи с балетом я еще хочу сказать, прежде чем перейдем опять же к конкретным экранизациям, в связи с балетом хочу сказать одну вещь. Сколько бы я не смотрел эту картину, а я посмотрел на экранизации 15, готовясь к встрече с вами. И даже не для того, чтобы вам это рассказать, а потому что мне самому было безумно интересно такое приключение в моей жизни случилось. На протяжении двух недель я это делал. Во всех картинах на балу Китти, куда она собирается на свой первый бал танцевать с Фронским, если помните, у Толстого. Вот как это передать в литературу, в кино, очень сложно, потому что у Толстого это, когда она собирается Китти, там есть одна фраза, которая меня просто, она выносит мне в мозг, я думаю, как можно было это написать. Она примеряет туфельки, и он вдруг коротко пишет, туфелька веселила ей ножку. Это, это запредельно круто. Я говорю вам, как писатель, такую фразу найти, будешь бессмертен, как и Толстой. И теперь возникает второй вопрос, а как быть с кино, да, ты не можешь это сказать, туфелька веселила ей ножку, если надо визуальным образом решить эту проблему. И вот в кино эта проблема решается за счет костюмов. Всегда в светлом выходит, в кремовом, в бежевом, в розовом платье всегда появляется Китти, которая в этот момент там 16-17 лет, это ее первый балл. И всегда в черном приходит Анна Карелина. Всегда в темном. Это либо темно-лиловое, либо черное платье. Причем такой красоты, что просто глаз оторвать нельзя. Я правда, я останавливаю и смотрю, ну, потрясающее платье Иванды. И выдумывают их всегда, моделируя очень круто. Вот. И вот эта тема белая и черная, и то, как они всегда танцуют, и эти баллы сняты всегда потрясающе красиво, особенно у Джо Райта с руками вот этими, да, вдруг неожиданное движение руками, переплетение рук. Всегда этот танец вызывает ощущение, что это птицы. Это не люди, это птицы. И всегда это вальс, да, это часто Чайковский, это вальс цветов, там, и так далее. И за счет вот этого ощущения, что это птицы, и их костюмы, женщин, платья, как птичьи, как прекрасных лебедей, ты невольно начинаешь думать черный и белый лебедь. И тогда понимаешь, а, как интересно это связано с балетом. Не только танец и бал, но еще и совершенная мифологема черный и белый лебедь, Адетта и Адилия. Я вдруг начал интересоваться, посмотрел, а когда же был сделан балет Чайковского? Удивитесь, в 1877 году. Журнальные публикации вышли в 1875. Мгновенно этот роман стал крайне популярным. Мгновенно он стал в дискурсе модным. И вот это противопоставление двух дам, а либретто для Чайковского написал директор московских императорских театров Владимир Бегичев. И понятно же, вы сейчас читаете Facebook, вы смотрите ВКонтакте, телевидение, интернет, вы находитесь в некоем дискурсе модных вещей. Вы знаете, что сейчас в тренде, что модно, и так далее, и так далее. Так вот, ровно так же модно была эта история с двумя девушками. Одна в белом, другая в черном. Я подозреваю, что на Бегичева повлиял Толстой. Мы имеем великое лебединое озеро и противостояние двух лебедей из-за этого романа. Вот я не знаю, говорил ли об этом какой-нибудь из критиков или это мое открытие. Надо будет спросить исследователей Толстого и Чайковского. Но очень уж прямо вот в одно время, разница в два года и совпадение потрясающее. Вот, эти два лебедя противостоят друг другу. Еще сегодня будем говорить о том, что интерпретации были русские и западные, потому что мировой кинематограф дал даже больше вариантов, чем русский. До, скажем, 67-го года, когда Александр Зархи снял вот ту версию, о которой мы сегодня уже говорили и будем еще говорить, практически не было русского кино, а в Голливуде уже было, в Англии было, во Франции была, Анна Каренина. У нас не было. И вот об этом мы будем сегодня говорить, потому что, с одной стороны, это общечеловеческая история, да, о преступной любви, о невозможности такой любви, и о расплате за грехи, потому что эпиграф у романа, если помните, мне отмещение и аз воздам. То есть, с одной стороны, это история общечеловеческая, но с другой стороны, она все-таки очень русская. Начиная с того, что все герои называют друг друга по имени-отчеству. Левина называют Константин Дмитриевич всегда, Кавинина называют Анна Аркадьевна, ее мужа называют Алексей Александрович, и так далее, и так далее, и так далее. Я вам объясню, дело в том, что на Западе, в их западном сознании, отчеств не существует. Отчество нам досталось от наших восточных корней, когда называется имя отца. И мы к нему привыкли. Мы говорим, Нина Павловна, Людмила Николаевна, нам это нравится, это вежливо, это красиво, и так далее, как нам кажется. Но для западных людей, для западных людей, это звучит примерно так же, как Абдурахман ибн Салим. Вот ибн, это означает, сейчас будет имя отца, отчество. Салим, это уже папа, Абдурахмана. Понимаете, да? И в этом смысле, мы для них, ну, ничем не отличаемся от арабов, от восточных людей. И это немного дико для них. И поэтому, трогательно смотреть, когда французские, американские актеры, вот это все, Анна Аркадьевна, они мучаются. Они не понимают, почему нельзя сказать Анна, да? Или Александр, или Алексей. Но надо говорить, Алексей, Александрович. Им это очень трудно, еще раз говорю, не только фонетически, друзья, не только фонетически, но и на ментальном уровне, потому что у них Джон, Джеймс, Роз и так далее. Имена звучат только так. Отец ни при чем в их менталитике. А у нас при чем? У нас при чем? По очень большой причине, потому что мы живем более в корневом, в таком более глубинном, ощущении прошлого. Прошлое нам очень важно. Плюс наша история иная. Мы родились с вами, мы являемся результатом слияния множества очень интересных тенденций и традиций. Скандинавской, когда пришли варяги, викинги, и в этом смысле мы потомки ярлов норвежских, поэтому вот у нас рыжие девушки сидят, рыжие бороды. Мы скандинавы. Но с другой стороны, мы часть Орды, мы Ордынцы. С этим тоже никуда нельзя от этого избавиться. Поэтому, когда соединяется эта бешеная викингская история с не менее бешеной Ордынской, где прекрасные ханы скачут на огромных конях по степи и завоевывают все, что завоевывается, это такая дикая смесь, гремучая, дерзкая, прекрасная. Поэтому они нас не понимают, не могут нас понять. Никогда не поймут. Они живут в мире гармоничной логики. Мы живем в мире иррациональной скачки. Понимаете, да, о чем говорят? Ну, представьте себе, викинги и ордынцы вместе соединились, сюда еще славянская кровь, поскольку на ее материале генетическом все это происходило, и получаются русские. И поэтому Алексей Александрович. Вот, этот менталитет надо понимать. И как он преодолевается западным и истеблишментом, и менталитетом, когда они пытаются воспринять нашу культуру себе. Потому что на самом деле все равно они не очень понимают, откуда эти дикие страсти Ванне, Ванне Карениной, откуда ее иррациональность. А иррациональность ровно оттуда, откуда я сейчас сказал. Орда плюс викинги. Понимаете, да? И эта смесь очень красивая. Она невероятная, невозможная, но она произошла. Вот. Поэтому тут надо это помнить. Еще в проблеме с каверами всегда, вернее не в проблеме, а в возможности каверов, кавер это музыкальный термин, когда на какую-то мелодию пишется интерпретация. Это бесконечность, возможность бесконечности заходов. Вы можете интерпретировать так или так, основную музыкальную тему, лишь бы она прозвучала, лишь бы мы ее узнали. Поэтому, например, я посмотрел итальянский сериал. Это вообще очень странно. Рогацци, андямо комильтруто. Анна, Анна Аркадьевна. Это смотрится дико, а внизу еще субтитры идет. Ты успеваешь? Ну, поскольку еще текст Толстого тебе знаком, в общем, нормально. Но это красивая, такая совершенно, вот, в общем, неордынская речь. Она, конечно, звучит странно. И вот у них, например, смотрите, оцените творчество сценариста. У них, например, вы же помните, да, с чего начинается роман? Стива просыпается на кушетке, потому что его не пускают в спальню. Потому что он изменил своей жене с гувернанткой своих детей. Негодяй. Но этой сцены нет в романе у Льва Николаевича. Итальянцы начинают, вот, возможность кавера, смотрите, что открывает для сценариста придуманная вот эта тема Толстым. В дом врывается куча детей, входит Долли, она что-то им говорит по-итальянски, дети щебечут, все бегут наверх, поднимаются, и я вдруг понимаю, что сейчас произойдет. И я говорю жене, слушай, она его сейчас застукает. И точно, вся эта орава залетает наверх, они бегут по коридору, значит, и приоткрытой, Долли такая счастливая, и, значит, приоткрытую дверь она видит, там что-то происходит. Значит, она открывает дверь, и очень откровенная сцена, девушка полуголая, значит, все такое. Я скажу так, дерзкое начало, но крутое. То есть, я, собственно, как раз с Шарашем был, ну, по-настоящему, ну, зашло. Я говорю, да, молодец, неплохо. То есть, видите, можно дописывать то, что Толстой имел в виду. Это вот всякая история с камерами, с каверами, вернее. В этом сериале очень любопытно, там звучат современные песни, как в мюзикле. Это как будто мюзикл, там вдруг начинают какие-то такие песни, как из, я не знаю, из, как это, Собора Парижской Богоматери. Знаете, вот это? Бель, ла-ла-ла-ла-ла. И вот такие песни вдруг начинают звучать. Это немного странно, но тоже заходит. Можете попробовать, если будет любопытно. Меняется история Китти Китти вдруг становится одной из главных героиней итальянского сериала Причем до итальянцев Никто на Китти особого внимания не обращал Она всегда только бедная на балу страдала От того, что Вронский танцует с черным левием И потом исчезала на полфильма Потом появлялась и почему-то соглашалась выйти замуж за Леви И нам не объясняли почему Что произошло Почему вдруг такой перелом Безысходность, да Но у Толстого-то не так Она же, если помните, свалилась в горячке Она заболела, чуть не умерла от того, что разбилось ее сердце А сердце ее разбилось не просто потому, что Вронский не танцевал с ней А потому, что Анна ее предала Если помните, там очень тонкая сцена перед балом Когда Анна берет над ней даже шерство Она как бы патрон ее И она ей говорит, как надо себя вести Как надо очаровать Вронского И юная девушка доверяет ей как старшему товарищу Как дуэни, наставнице И говорит, о, ты все знаешь, да, и что, кого, как, где А так, все будет в нормике Давай, мы сейчас все сделаем И значит, представляете себе Ставьте себя на месте у этой девушки У вас есть старшая подруга, которая вам во всем помогает Вдруг она приходит на бал и Блин Что? Вообще непонятно, что происходит Она вдруг начинает танцевать именно с этим человеком И не просто танцевать, а конкретно его клеить И девушка 16-летняя, она во-первых, смотрите, она не понимает, что происходит А во-вторых, она понимает, что сопротивление бесполезно Потому что та прекрасна, как, ну, черный лебедь Она опытна И Вронский уже не сводит глаз с нее Вот в чем штука Поэтому у Толстого Китти после этого ее сердце разбивается в пух и прах И от предательства подруги старшей, да И от того, что такое возможно Ведь предательство всегда чем нас ранит? Не потому, что нас просто бросили там и так далее А просто потому, что мы не предполагали до этого, что так бывает Вот ведь фишка предательства Мы думали, если я люблю человека Если я ему доверяю, я дружу с ним, более того, я его люблю То все, все решено, все прекрасно, все достаточно А вдруг тот человек, оказывается, у него какая-то своя жизнь еще, да, возникает Он, оказывается, может смотреть в другую сторону И другого какого-то человека полюбить И вот в этот момент понимание нами того, что такое возможно Полностью меняет жизнь После этого люди слабые становятся либо циниками Либо слабый человек становится циником Он злится на жизнь Сильный человек может преодолеть это И через прощение пойти дальше И победить в итоге, и стать сильнее Эта история в линии Левина развивается И в линии Кити Это то, чего Анна Каренина и Воронские лишены Толстым Это то, что отдал он персонажу, которого назвал в свою честь Вы же понимаете, что Левин это значит мой Сказал Лева Толстой Он сказал, я Лева, это Левин Не трогайте Более того, он даже брата его назвал как своего брата Николай Имя-то то же самое, что у его брата И судьба такая, ну не такая страшная Как у брата, старшего брата Льва Николаевича Но такая, он умирает там Этот герой От туберкулеза И он живет с падшей женщиной В общем там все так Нехорошо Вот Поэтому Левин это он его И в этой линии Толстой конечно симпатизирует И Кити симпатизирует И этому персонажу Константину Дмитриевичу Он его не зря называет Константин Вы понимаете, что значит Константин? Постоянный Совершенно верно Это крайне важное имя для Толстого было Он его назвал так, потому что этот человек стоит твердо на ногах Он его не собьет, даже не собьет легкое сумасшествие Кити В которое он так страстно влюблен И что она ему отказала И что она увлеклась пустым на его взгляд человеком Вронским Даже это его не сбивает Он все равно спокойно стоит на своем Он постоянен Он косит траву Он ждет И происходит эта великолепная сцена Когда он, ночуя в стаду сена Видит проезжающую мимо Кити в Кити И понимает, что Настал момент И он переходит в атаку после этого Дождался Постоянный человек В итальянской версии, про которую я говорю У Кити как раз посвятили много внимания Если вы помните, Кити после своей болезни едет в Германию Где она выздоравливает постепенно, приходит в себя от этого предательства И где она находит в себе силы Снова полюбить жизнь И снова поверить людям Она находит служение другим людям Она ухаживает там за больными Знакомится с персонажем, которого зовут Варенька И эта Варенька каким-то своим внутренним стержнем Ей очень помогает Успокоиться и понять, что все не важно Все эти разбитые сердца Все это чепуха Жизнь гораздо больше и важнее У Толстого это сделано много Там целая часть посвящена Истории Кити и Вареньки А в фильмах этого обычно не бывает Итальянцы это сделали Они, правда, немножко изменили Начиная с имени героини Вот этой Вареньки Они ее называют Варенька Видимо от слова печенька Печенька, Варенька и так далее И значит она приходит и говорит Варенька Дайте мне варенье Что тоже вызывает у нас, конечно, улыбку И она там ухаживает не за больными Как у нас у Толстого А она прям там какая-то война Германия, какой-то фронт И значит она прям за раненными В военных боевых действиях ухаживает У нее возникают какие-то отношения С офицером, которому оторвало ноги Значит там приезжает его жена И он ей говорит Соври, что я умер, что меня нет Там, в общем, такие довольно сильные сцены Для этой Кити И ее перелом у итальянцев прослежен Это, пожалуй, единственная версия Из всех экранизаций Где мы видим Духовное возрождение Кити И понимаем, почему она в итоге Сидит с Левиным И они рисуют мелом эти буквы Там есть сцена Потрясающее объяснение в любви Когда они... Это, кстати, правда Лев Толстой так объяснялся Со своей женой Софией Андреевной Они мелом на зеленом ломбардном столе Писали первые буквы из слов Причем много Пять, шесть, может быть, букв И надо было угадать, что значит Что стоит за этими буквами Если вы помните У Толстого Я имею в виду Вани Карениной Первая вот эта анаграмма Или вот, я не знаю, вот эта загадка Пазл Состоял из пяти букв или шести И фраза звучала так Когда вы сказали в прошлый раз Это невозможно Это значило тогда Или всегда Только тогда или всегда И вот только одни эти буквы Там, одиннадцать букв получается И она сидит и разгадывает И угадывает Это трогательнейшая сцена у Толстого И она начинает ему так же писать Нет, там, это возможно Я была глупая и так далее Вот эта сцена тоже есть Она есть и у Джо Райта В последней версии Вот с Кирой Найтли Но здесь они кубики переворачивают Если помните Кубики переворачивают и сдвигают И тоже по буквам угадывают Кто что значит Вот Каренин очень любопытный у итальянцев Он похож на такого классического вампира Из вампирских фильмов Такой очень красивый Такой холодный И прям вот Жесткий Но классный Очень красивый тоже артист Посмотрите У него костюм очень красивый В 70-х годах Планировалась еще и экранизация Софи Лорен Итальянцы хотели сделать Совместное производство С советским Мосфильмом Но что-то не сложилось Не договорились Была бы Анна Каренина Еще Софи Лорен Что тоже было бы здорово Потому что Грета Гарба Вивьен Ли Жаклин Бесет И если бы еще Софи Лорен туда добавилась Было бы вообще Было бы очень здорово Жаклин Бесет В 85-м году Сыграла Это очень любопытная Такая как бы Тривия С Кристофером Ривом Кристофер Рив Американский артист Стал знаменитым Благодаря роли В фильме Супермен Помните Человека В лосинах С красной буквой С И вот так летит Это был Кристофер Рив Действительно Суперзвезда 70-х годов Голливудская И вот почему-то В 85-м году Его пригласили На Вронского Ну очень уж Действительно красивый Привлекательный И так да С ним произошла Интересная история Он на этом фильме Полюбил лошадей Вот прямо очень Полюбил лошадей Он до этого Никогда не интересовался Лошадей Но после этого Он полюбил лошадей Завел себе конюшню И однажды Катаясь на лошади Упал с нею Оказался парализован И умер Вот такая история Произошла с Супермена Она мистическая На самом деле Потому что Во всех Экранизациях Именно Вронский Убивает лошадь В сцене скачет Когда Фруфру Он скачет Вот на лошади Да ломает ей спину И потом стреляет И здесь Как-то странно Да вернулась Эта история В обратку И погиб Вронский От лошади Причем погиб В реальности Тоже очень Интересная симметрия Получилась Эту версию Снял Саймон Лэнгтон Через 10 лет Ему доверили BBC В 95 году Снимать Гордость и предубеждение С Колином Фиртом Колин Фирт Тогда уже был Такой Не совсем Начинающий актер Но после исполнения Роли мистера Дарси Стал суперзвездой Мирового кино Его действительно Обожают женщины Девушки и так далее Поэтому вот этот Режиссер Лэнгтон Соединился через Анну Каренину С еще Джей Носин Как видите Снимал Классику Симметрия у Толстого О чем я говорил Играет важную роль Прежде всего Ну Она заложена Даже там Я не знаю В самой истории С Гибнущими людьми В самом начале Гибнет Обходчик путей Если помните В сцене На вокзале Его разрезают Поездом Даже разрезанное Тело Это симметрия Саму Анну Разрезает поезд Тоже симметрия Более того Толстой в композиции Романа Эти симметрические Штуки Использует постоянно Буквально В первой же сцене Когда дети В доме Стива Облонского Оказываются Без присмотра Они бегают Их книги Там сказано Что кухарку рассчитали Три дня назад То есть дети Не кормлены Мама заперлась В комнате Папа живет В кабинете Гувернантку рассчитали Никто за ними Не присматривает Так вот Толстой пишет Дети сидели Под столом И играли в поезд Это по-моему Вторая или третья Страница романа Поезд Образ поезда Возникает сразу Отчего и кинематографисты Отталкиваясь Этот поезд Все время стараются Показывать часто Мы видим его И на вокзалах И в снах Анны Он возникает И всегда Он акцентируется Как неизбежность Часто его снимают Вот так снизу Он наезжает на камеру Сбоку реже Чаще спереди И фронтально И это конечно Накатывающаяся судьба Фатум Рок Ничего изменить нельзя Потому что поезд Остановить невозможно Вы понимаете Масса этого предмета Настолько велика Что человек рядом с ним Как мошка Букашка Что собственно И происходит в романе Физически Толстой дважды Убивает людей поездом И этот образ Он заявляет Как я уже сказал С точки зрения симметрии В самом начале Более того Две сестры Щербатские Страдают из-за сиблингов Я не знаю Как сиблинг по-русски Ну брат с сестрой Брат и сестра Понятно То есть Облонский Облонский Стива Облонский Является родным братом Анны Карениной Это вы знаете Вот они сиблинги То есть брат и сестра А сестры Щербатские Долли и Китти Страдают от них То есть две сестры Там сиблинги И здесь сиблинги И эти наносят им Страшные раны Потому что Облонский Наносит рану Своей жене Изменив ей Анна Каренина Наносит страшную рану Младшей сестре Щербатской Потому что Изменяет ей Страдут Если хотите Вот Это очень красиво У Толстого Более того Если вы посмотрите На имена То вы очень удивитесь В романе Три Анны Это Анна Каренина Ее дочь Аня И ее служанка Аннушка То есть Ну вот Вы посмотрите Они все время Анечка Анна Аннушка И вы слышите Одно все время имя И два Алексея Ключевые персонажи Оба Алексея Толстой прямо Настаивал На этой симметрии Как видите Выстраивая И на композиционном уровне И на уровне персонажей Очень строгую Такую конструкцию Все не случайно Здесь В этой истории Практически А Насчет расшлененки Байку расскажу Буквально недавно Недели две назад Я был в Ясной Поляне На объявлении От листа премии Ясная Поляна И Мы сидели в кабинете У Владимира Ильича Толстого Это пра-пра-пра Внук Ивана Николаевича И директора Ясной Поляны Мы сидели у него в кабинете С режиссером Сергеем Александровичем Соловьевым Известным режиссером Который снял фильмы Асса Сто дней после детства Станционный смотритель И так далее И даже одной из картин По моему произведению И мы сидели Разговаривали И вдруг Соловьев говорит Слушайте Слушайте Говорит Сергей Александрович А у меня была история С очевиденкой Я говорю Какая история С Анной Карениной Мы будем говорить сегодня О его сериале тоже Он кстати живет Прямо напротив нас Вот здесь на Бронной Дом напротив Прямо напротив И значит Сергей Александрович говорит мне Мы привезли в Польшу На польскую премьеру Анны Карениной Художник значит По-моему это был Сережа Иванов Сделал Скульптуру Анны Из белого Пластика Вот прям Красивая Очень Это была Татьяна Друбич Вот ее изображение В полный рост Огромное Значит И мы говорит Ее привезли А поскольку она Целиком не входила В багаж То они ее Раззербанили Ну расчленили Опять же И собирались Собрать там На месте Вот смотрите И он говорит И мы значит Перед кинотеатром Художник это все Разложил И мы смотрим Как Голова Нога Рука Тело И тут Говорит Приходит А на премьеру Приглашена была Генеральный Генеральный Секретарь ООН Какая-то женщина И она здесь Приходит Она идет И так смотрит Она говорит Смотрит на это Говорит Что это Мы говорим Ну она подумала Что это перформанс К фильму Да Что Ну вот такая Анна Каренина Лежит Разобрана Финал типа Это байка Но на самом деле Правда Я вам расскажу Из первых уст Сергей Александрович Соловьев Он кстати Нигде Не рассказал Я просто Постоянно с ним Общаюсь Я эту историю Слышал впервые Вам дарю ее Потому что Мастера уходят А история остается Вспоминайте Эту историю С разобранной С разобранной Анна Карениной В Польше Ну странно Да Судьба Вроде как Не хотели шутить А получилась Такая странная Постмодернистская Какой-то Хэппинг Что ты еще Бывает так Во всех экранизациях Если говорить еще О других персонажах Левин неизбежно Не только Китти Но и Левин Неизбежно Становится Плоским персонажем Он в романе Намного глубже Всегда В экранизациях Он становится Таким плоским Как Камбала Потому что Вперед Всегда Выводится История Анны Ивромского Всегда А Левин Ну так немножко Вначале катается На коньках Во всех Во всех обязательно Вариантах Потом очень страдает От того что Китти Ему говорит Это невозможно И потом В конце на ней Женится Вот и вся роль Левина Чаще всего Кроме одной Пожалуй экранизации Это с Софи Марсо И Шоном Бином Экранизация 1997 года Где Левина Играет артист Молина Голливудский актер Такая фамилия И он играет Так глубоко И трогательно И пронзительно Этого героя Более того Сценарист и режиссер Бернард Роуз Историю рассказывает От него Начинается фильм С монолога Левина за кадром Вот это Один из случаев Когда закадровый текст Звучит Толстовский И он звучит От лица Именно Константина Дмитриевича Левина И тоже если говорить Об интерпретациях Начинается фильм Вот так Звучит очень красивая Русская народная песня Прямо удивительная Потому что обычно Там клюкву подбирают Обычно какая-нибудь Калинка-малинка звучит В голливудских интерпретациях Но здесь нет Какая-то очень прямо Щемящая души Русская песня Мы видим большое Белое поле Заснеженное По нему бежит человек И за ним бежит Стая волков Несется И значит Человек этот От них убегает Запинается Добегает до леса Находит какой-то Заброшенный колодец Разрывает его Волки уже рядом Он запрыгивает в колодец Это первые кадры До титра До слов Анны Каренина Он падает В этот колодец Успевает уцепиться Там за какой-то Выступ А внизу Медведь Рычет на него И пытается его поймать И значит Вот так вот И голос за кадром Левина Который говорит Мне часто снится Страшный сон И мы понимаем Что это сон Дальше раз Мы с Левином опять И он уже приезжает Китти Знакомиться И так далее То есть это тоже По вопросу интерпретации В камерной версии Но Я думаю Что у пуристов У людей Которые Рьяно сетуют За традицию Такого рода Как бы сказать Сочинения А это свободное Сочинение В данном случае Сценивается Они наверное Могут вызывать раздражение Но у меня нет Я с удовольствием Смотрю И такой вариант Ну пожалуйста Бежит Левин от волков Интересно что Почему нет Тем более Еще раз говорю Под очень Очень красивую Щемящую Пронзительную Русскую народную Песню Которую я даже не знаю Очевидно Прямо из древних Какая-то Нашли Вот Это так Теперь поговорим О том Что есть во всех версиях Обязательно Обязательный набор Который используют Сценаристы и режиссеры Естественно Встреча на вокзале Первая встреча на вокзале Когда Вронский Видит впервые Анну Она есть везде У всех И всегда почти Снимается одинаково Обязательный взгляд Через окно Обязательный клуб и пара Из которых вдруг Проступает удивительное Красивое лицо актрисы И потом Долгий взгляд Друг на друга И то есть Сейчас объясню Когда вы пишете сценарий Про любовь особенно То режиссер И актер Исполняющий роль Влюбленного Всегда спросит вас Когда вы автор Он говорит В какой момент Я влюбился То есть вот где Где в сценарии Та точка В которой герой В героине вот Раз и вот Дальше я уже играю Вот это Я играю это электричество Ну во всяком случае Меня мучают постоянно С этим вопросом На него всегда отвечать Неохота Потому что Ну ты же писатель У тебя же всегда тайны Ну как бы сам почувствуй Ты же артист Ты художник Найди То здесь всегда Эта точка Ставится прямо Сразу Что в общем В романе Толстого Не так Там и Анна Не реагирует Сразу как электричеством Ее не бьет током А здесь Это делается Во всех интерпретациях Обязательно Чтобы сразу Дать Знать зрителю Что неизбежное Уже случилось Вот здесь И сейчас На вокзале Сквозь окно Сквозь клубы пара Это лицо Это лицо Мы снимаем Крупником сюда Восьмеркой сюда Потом они начинают Двигаться навстречу Друг другу И обязательный Поворот головы Это всегда И это честно говоря Вымораживает Потому что я бы хотел Увидеть уже что-то новое Это слишком механически Сделано Но тем не менее Всегда работает Потому что Красивые лица Красивые костюмы Как я уже говорил Ну и Как бы О Он ее увидел И вот эти глаза Раз Раз Взгляд в кинематографе Играет большой Поэтому эта сцена Обязательно Более того Она обязательно потому Что за секунду до нее Всегда Анна Каренина Разговаривает С мамой Вронского Всегда С графиней Вронской И она показывает Ей фотографии Своего сына Сережи И говорит Что она с ним Никогда не расстается Потому что Она его очень любит И вот теперь Ей пришлось приехать сюда Из-за того Что ее брат Видите ли Накосорезил И надо разбираться Вот с этой проблемой С изменой супружеской А она Очень страдает В разлуке с сыном Она грустит Хотя не видела его Всего лишь Одну ночь Пока ехала на поезд Ну там день Это обязательно делается Еще раз по сценарным Законам Сейчас объясню почему Вводится тема Разлуки с сыном Которая будет потом Ключевой На весь фильм В решении конфликта Анны с Вронским Понимаете да Она именно Из-за сына Все время страдает Из-за того Что Каренин Не позволяет ей Встречаться с сыном Поэтому это Вот эта Парная сцена Я не слишком Специально говорю Ну я имею ввиду Специфически Слишком По профессии Потому что я разбираю Как по профессии Это делается Нормально да Окей понимаете Хорошо Это делается Еще раз говорю Для того чтобы Впоследствии Просто работать С этой темой Чтобы она Дальше длилась И так далее Дальше Следующее Обязательное То что мы всегда имеем Это Вронский Стоит внизу Лестницы Когда приходит В дом Каблонским После вокзала Он стоит внизу Анна проходит Наверху Опять с альбомом С фотографиями сына Ее попросили Показать карточку сына Долли попросила Она всегда идет За этим альбомом Всегда останавливается На верхнем пролете Лестницы Всегда смотрит вниз И там всегда Стоит вот этот парень Во всех Экранизациях Всегда эта белая фуражка Пронзительный взгляд Вверх Кстати я вот Сидел и думал В чем фишка Почему всегда Она сверху Он снизу Это всегда Он как бы Он как бы Он внизу А она царит над ним Она всегда На верхнем пролете Лестницы Тут надо подумать У Джо Райта Только не так У него нет лестницы Анна стоит на колосниках Там если помните Все в театре сделано Колосники Это вот такое пространство Где крепятся лампы В театре И Анна стоит там Наверху Со своим альбомом И смотрит Но все равно смотрит вниз В ромский стоит И смотрит вверх Вот этот взгляд Сверху вниз И в обратном направлении Очевидно в кинематографе Считается тоже ключевым Очевидно он создает Нужный нам драматизм Потому что если бы Ну давайте подумаем сами Как режиссеры Если бы они смотрели Друг на друга В одной плоскости Во-первых Такой взгляд Только что был на вокзале Раз Повторять его уже глупо Говорит режиссер и оператор А во-вторых Ну меньше энергии Согласитесь Чем когда мы видим Взгляд по диагонали Он дает Очевидно он дает Больше атаки Вот я только пока Не пойму кому Как вы думаете Кто сильнее Тот кто смотрит вверх Или тот кто смотрит вниз Ответьте себе Я не знаю Может быть В ней больше чистоты Возможно Возможно Такой образ На данный момент В ней точно больше чистоты Его Мотивации Вы правы Его мотивации Сейчас более низменные Согласен Можно так интерпретировать Есть Нашли ответ Обязательно Сцена на полустанке Когда она едет После отказа Вронскому на балу Когда она с ним потанцевала И убежала Из Москвы В Петербург Обязательно Сцена на полустанке В Балагое Это во всех Фильмах есть Где она выходит Подышать И Вронский Подходит к ней И говорит Чем я могу вам помочь И она говорит А вы зачем здесь Куда вы едете Он говорит Я здесь Я еду туда Я еду Я здесь за тем Чтобы быть там Где вы Ну то есть Наглая атака Наглая Дерзкая И очень смущает девушку Девушка Тушуется И уходит В свой вагон Эта сцена Обязательно И меня вчера Жена спросила Посмотрев ее В двадцатый раз Она говорит Слушай Зачем она выходит Из поезда Все время Выходит из поезда Ну то есть Понятно да Дурочка Осталась бы В вагоне И может быть Все бы сложилось По другому Но она обязательно Выходит Есть у вас ответ Почему она выходит Вот так мне сказала И жена Она говорит Слушай Режиссер и сценарист Очевидно закладывают мысль Что она ждет Что он тоже едет Наверное да Понимаешь да То есть она Не хочет этого Но одновременно На это надеется Вот То есть вот эта Женская Дихотомия Да Противоположность Одновременно То есть я не хочу Этого Но хочу И кстати Не только женская Но и очень русская Дихотомия Согласитесь Вот что Иностранцы вообще Не понимают Я этого не хочу Но буду Сложный русский характер И обязательно Хруст пальцами у Каренина Вот прям всегда Казалось бы да Такая литературная вещь Толстой подмечает Ее там Как усики Книжные Мари Мари Из войны и мира Там еще какие-то Полнота рук Анна Каренина Он все время говорит У Анны Карениной Полные руки Кстати ни у одной актрисы Кроме Татьяны Самойловой Не полные руки Все худышки Вот начиная с Греты Гарба Все изящные Прям как цветочки И всегда Хруст пальцев Вот у Толстого Что Каренин хрустит пальцами И однажды Анна ему говорит Не делай так И все режиссеры Эту деталь вводят Обязательно Он обязательно Но по-разному правда Джуд Лоу хрустит Вот так Он пальцы вот так делает И крупный план на руки Обязательно Николай Гриценко Гриценко Который играет В русской версии Узархи Хрустит вот так Он вот так Хрустит В общем это довольно неприятно Но тем не менее Это всегда Какая-то характеристика персонажа Она есть обязательна То что повторяют И ссора с фронскими Из-за того что они Не едут в деревню Это тоже обязательно Когда Анна Каренина После оперы Хочет уехать в деревню Ну после той сцены Я уже перескочил чуть дальше После той сцены Где ее в опере Как бы Подвергают астракизму Все ее презирают Что она падшая женщина Что она нарушила приличия Она приезжает домой И говорит Мы уезжаем в деревню А в русске Ей все время говорит Я не могу Давай еще день подождем Два подождем Три У меня какие-то денежные дела Я занят Вот эта сцена обязательно Как перелом Для Анны Карениной После которого Она впадает в истерику И начинает пользоваться Наркотиками Морфием Опиатой Она все время Использует опиатой Кстати Не все Режиссеры Используют эту Подробность Из текста Толстого У Толстого Она использует Опиум И морфин Хотя В конце 19 века Я думаю Не было сформировано Еще Там В медицине И в психологии Еще не было сформировано Понятие Наркотическая зависимость Не было Но то что Люди И дамы В том числе Пользовались каплями Вот где вы читаете капли У Достоевского Да например Она пошла и выпила капель Это она пьет опиат Морфиум То что это было И как Как более утоляющее И как успокаивающее Да Это факт И у Толстого Это подчеркивает И характер Анны Действительно меняется После того как она Собственно говоря Становится наркоманкой Становится В нашем понимании Физиологической У нее есть зависимость В экранизациях Это делается В двух-трех Не больше Чаще всего Это пропускают Эту деталь Но вот здесь Если говорить о сцене С Сори Сфронским После этого Она начинает принимать Наркотики в кино И Как бы Слетает с катушек Почему Видимо режиссерам Так понятнее объяснить Почему она прыгает Под поезд Понимаете То есть Ну вот у нее Там зависимость Ломка Может быть ей что-то кажется Мерещится Сны какие-то Какой-то вот этот Обходчик мертвый К ней приходит Да Уже вроде как Галлюцинации начались И так далее И современному режиссеру И сценаристу Понятнее объяснить Причину прыжка Под поезд Чем нежели делать Это психологическими Какими-то Сложными переживаниями Анны Что она одинока Она Изгнана Из своего Из своей среды Полностью И Она не понимает Что вроде как И Воронский К ней охладел Она ревнует Гипотетической Книжне Сорокиной Которая Что-то начинает Виться вокруг Ее Алексея В общем Там сложно У Толстого Там такой Многословенный пирог В кино это всегда проще Наркотики Не поехал в деревню Поезд Но Я объясню почему У них мало времени У них всего Полтора-два часа Понимаете Им нужно быстро Уложиться Чтобы вам рассказать историю Поэтому это так делается Теперь рассказываю вам Чего нет Ни в одной из экранизаций Именно в связи с этой сценой И вот тут Все сценаристы Передергивают абсолютно И так во всех фильмах Подчеркиваю Во всех фильмах Анна ссоится с Воронским Из-за того Что они не едут в деревню Так вот в романе у Толстого Они едут Они не просто едут Они живут там Несколько месяцев И это большой кусок романа Поэтому это вообще Нерелевантно То что делают сценаристы Это прямая Подмена Передергивание Для того чтобы Драматургию быстро сократить И убить Анну Понятно Так делается В кино Это тоже нужно понимать Нет Она едет в деревню Ей сначала там все нравится Тут это же есть Там прекрасная сцена Когда туда приезжает К ней Долли Щербатская И Долли Там толстой Такой тонкий вообще человек А Долли Безумно мучается Перед поездкой Она боится Анны Потому что Анна Теперь с Воронским А Воронский Крайне богатый человек Он один из богатейших Людей России У нее ресурсы Вообще Немеренные Просто теперь у этой Анны У нее платье Там стоит как деревня А Долли С этим Тупым Обломским Ну она так живет Ну так Перебиваются Денежки вроде есть Но не то чтобы много И она бедная Нервничает Что у нее Коляска Непрезентабельная Что ее Коляска В которой она поедет Старенькая И поношенная И что платье У нее такое Ну такое И вот этот момент Вот этот момент Важный для Толстого Взаимодействие Между женщинами С точки зрения Социальной Имущественной По положению У какой из них Какой мужчина Кто круче Кто круче Попросту говоря Вот это все Снято в кино Абсолютно Этого нет Ну может быть потому Что не хватает им Времени Но в романе Это действительно Очень здорово Вот эти вот Сцены в деревне Они очень хороши Очень хороши И как Долли приехав Проводит там день И вроде собирается Остаться еще На подольше А потом На следующий день Собирается и уезжает Потому что ей Ну ей Ей трудно Понимаете Они были подруги И было все Они были ровными А теперь они неровные Та значительно богаче У нее ресурсов Просто очень много И хотя Анна вроде Не показывает ей Высокомерие И так далее Ну это как знаете У вас айфон 11 А у кого-то айфон 3 Это я сейчас детям говорю Чтобы они понимали И вот 3 Как-то все время Кучится в карман Мне звонят Сейчас я поговорю Вот это тема Тема собственно говоря Зависти Простая тема зависти Но она у Толстого Сделана очень тонко Как все что он делает Очень красиво Вот И к сожалению В кинематографе ее нет Вот Обязательная сцена Во всех фильмах Это Анна и Сережа В его день рождения Это обязательно делается Когда она Приходит Целует его спящим И вот Карен является И прогоняет Обязательно нужно Хотя Я вот думал Думал Да По конструкции На самом деле Даже у Толстого Эта сцена Ну как будто Я как продюсер Я бы ему сказал Дружище А ты точно можешь Объяснить мне Почему эта сцена Стоит у тебя То есть я понимаю Зачем она Она нужна Для того Чтобы Анне Разбить сердце Я понимаю Но технически Зачем ей было Туда приходить Именно в тот момент Когда Каренин дома Он крайне занятой человек Он все время В госсовете Он все время В каких-то Командировках Разъездах Там с государем Общается Ну блин Угадать так Чтобы он был дома Это надо постараться Следовательно Гораздо проще Было прийти Когда его нет дома И спокойно Поговорить с сыном Обняться И так далее Но тогда у нас Нет сцены Чувствуете Нет драмы Второй вариант Там же есть Какие-то няньки Которых она знает Которых она Нанимала Для Сережи Ну просто няньку Вызови и скажи Сережа Выйди погулять В сад Пообщаешься в саду Дальше Сережа Приведи ко мне В карету Ну пообщаешься В карете Ну то есть Вот здесь Масса вопросов К Льву Николаевичу Таких чисто Технически Но настолько Хороша сама По себе сцена Настолько она нужна Для того Чтобы у Анны Было разбито сердце Что Теперь она есть Эта сцена Понятно Она есть Несмотря на то Что ее К ней есть вопросы По причинам Ее Возникновения В романе Но она нужна Еще раз говорю Это как раз тот случай Когда Неправильно Но надо И тогда Воля автора Идет Дальше логики Скажем так Но художественная Правда Спасает В данном случае И все режиссеры Обязательно Это используют Теперь давайте Значит это вот Общие какие-то черты Что есть во всех Картинах Чего нет Теперь поговорю Конкретно О конкретных Экранизациях Не все буду говорить Потому что Немые фильмы Обсуждать Не имеет смысла Там очень плохая картинка Не видно актеров И играют они Ну это нельзя назвать игрой Это такой любительский Кружок Я не знаю Где-то в селе Гадюкино Они Там еще манеры же были Они вот так играли Кстати эти манеры Потом перешли Они еще сохранились Чуть позже Даже когда было Звуковое кино И скажем В фильме 35-го года Первый звуковой фильм Анна Каренина С Гретой Гарбо Она время от времени Вдувает по полной Ну то есть Вот так она делает Рукою Чтобы вы понимали Это вопрос Ну то есть Психологизма нет никакого Это называется Французская школа представления Театр делится На школу переживания Это русская школа Которая пришла к нам С Константином Сергеевичем Станиславским Школа переживания Когда актер Пропускает через себя Материал И сам становится персонажем Французская школа Это школа Мольера Это школа представления Когда я не переживаю Эмоцию А я ее Показываю Понятно, да? Показываю за счет Определенного набора Жестов Жестов Мизансцен Поз И мимических Каких-то Конструкций Да? То есть Брови домиком Там и так далее И этот набор Он вполне определенный был Он разработан был еще При Мольере Во французском театре Комедий француз До сих пор называется Театром Мольера И будете смеяться Французы до сих пор Уграют так Они не играют По школе переживания Во всяком случае В театре И вот Это чувствуется Скажем У Греты Гарба Иногда, да? Но она все равно Очень красива Вернее Она некрасива Как сказать-то Если у вас есть телефон И у нас презентация Сегодня, видите Я не приготовил Но если есть телефон И просто там посмотрите Грета Гарба И вы увидите Лицо ее некрасиво В прямом понимании смысла Как мы привыкли Говорить о красоте Там современной И так далее Она Это не модельная внешность Далеко И не так Как бы сказать Недавно Сергей Александрович Соловьев Как раз Вот Ясные Поляне Когда он представлял Наш фильм Он здорово сказал Об этой картине Он сказал Прекрасное Может быть Лишено сладости Вот это для меня Была очень неожиданная мысль И глубокая Это вот человек Художник В 74-75 лет Он сформулировал Какую-то блестящую максимум Прекрасное Может быть Лишено сладости И вот случай С Гретой Гарбой Это тот случай Как мне кажется Потому что Скажем Когда Вивьен Ли Чуть позже играет Анну Каренину Ну она очень сладкая Вивьен Ли Представляете Да внешность Можете погуглить Теперь Вивьен Ли Это Если вы помните Фильм Унесенные ветром Gun with the wind Вот там Вивьен Ли Стала суперзвездой И также По-моему В фильме Леди Гамильтон Я помню Когда я смотрел Эту историю О возлюбленной Адмирала Нельсона Я был совсем молодым Человеком А фильм старый Чемно-белый Об истории Адмирала Нельсона И вот его возлюбленная Эти леди Гамильтона Ее играет Вивьен Ли У меня вообще Я был просто без ума От этой красоты Хотя вот я был Совсем юное существо А она была Давно умершая актрисой Вот Вивьен Ли Как раз это Когда прекрасное Не лишено сладости Абсолютно Когда глаз Не отвести все время Единственное Такое что Когда она улыбается У меня какая-то Такая кукольная улыбка Да И такое хитрое Беличье лицо становится И вы все время Видите Скарлетт О'Харру Блин Вот всегда Ты смотришь Она вроде Анны Кавинина Но иногда так Она говорит Я за Тару пасть порву И ты понимаешь Что она убьет Понимаете За свое поместье Тара Что она вот здесь была И будет Она говорит Я голодать буду Помните да Как она Скарлетт О'Харру Говорит Я умру от голода Но Тара будет стоять И вот это вот упрямство Скарлетт О'Харру Ирландской такой Несгибаемой девочки Несгибаемой девочки Которая кстати Идет на неблаговидные поступки Если вы помните да Она ведь не положительный персонаж Скарлетт О'Харру Она очень противоречивый персонаж Она иногда делает Чудва ли не подлости Да Разбивает сердца И так далее Вот это здесь В ее интерпретации Анны Кавининой Все-таки присутствует Что-то лисие Хищное При том что Еще раз говорю Как мужчина говорю Очень привлекательный Образ да Красоты женской И так далее У Греты Гарба не так Она такая Вся потусторонняя В этом фильме Она как Охиде Я уже говорил Вся в каких-то белых Ажурных платьях У нее какие-то перья Вот здесь Она такая неземная Совсем не так Как у Толстого Который повторяет Все время Что она была Плотного телосложения Полные руки Такая в общем Вполне себе Живая женщина Кровь с молоком Здесь не так Вот в этой экранизации Впервые оправдан Вронский Артист Который играет Вронского Там даже начинается Все с него Опять же если возвращаться К тому Как сценаристы и режиссеры Меняют начало Здесь все начинается С Фронского И начинается С того Чтобы показать Какой он лихой Какой он вообще Мужик Вообще Молодец Начинается С попойки В полковом собрании Значит Сцена вот такая Смотрите Стоит длинный стол Кстати Вот этот фильм С Греты Гарба Пожалуй Один из лучших фильмов Который я бы советовал Посмотреть Потому что Операторская работа Потрясающая Несмотря на 35-й год Друзья В 48-м году Сыграл Авиан Ли И тот фильм Сильно уступает Сильно По режиссуре уступает По мастерству Оператора Художники здесь Гораздо круче Решений намного Больше талантливых В 35-м году С Греты Гарба Значит Начинается с того Длинный стол Заставлен Такими Выпивкой Водка Вокруг него стоят Русские офицеры Гвардейские И поют какую-то Лихую русскую песню Состольную Такую Мы молодцы Мол Если что И значит Все выпивают Дальше Они кричат Какую-то фразу И все выпивают По рюмочке Раз Потом дальше Они все заходят За дальний конец Стола Опускаются на колени И ползут Под этим столом Ползут все Вот цепочкой Тук-тук-тук Весь этот полк Выползает с этой стороны И встает Он опять говорит За славу полка И опять Раз А им в это время Успевают новое налить Там вот так стоят Денщики Это аттракцион Вообще чистый аттракцион С этого фильма начинается Денщики успевают налить Пока офицеры Ползут под столом Они вылазят Встают За полк Раз И опять Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум Опять Раз Сапол И значит Когда это Ну такое Как болеро Понимаете Мариса Равеля Бесконечное повторение Одного и того же Причем ты смотришь Ты смеешься Ты радуешься Ты думаешь Ну Хорошее у вас представление О русских Да То есть мы вот так вот Мы так проводим время А потом ты начинаешь понимать Почему они ползают под столом Отгадайте А придумал Режиссер Действительно специально Не просто так Они не потому что Дураки такие Отгадайте Во-первых Это во-первых Чтобы мы успели налить Еще Правильно Они потом остаются под столом Там проверяется Кто выдержит до конца В итоге их все меньше и меньше По обеим сторонам стола А под столом лежат тела В разных мизансценах и позах И вот последним ползет Командир полка И естественно Вронский И значит они переползают Через эти тела Все здесь выползают Они говорят За пол Раз Выпивают по последней рюмке Командир полка падает на стол Вронский значит оборачивается Чуть покачивается Потом раз так приходит в себя Там все это время сидел Стива Облонский Мы его до этого не видели Это все в ресторане происходит Стива сидит Вронский поврежден Стива Ну наконец-то можно хоть выпить Ну как Бомба да Ну наконец-то можно выпить Нормально Типа по-человечески По-дружески Но признайтесь Признайтесь Что это талантово придумано Это действительно Такой мощный аттракцион Нам так представляют Вронского Не знаю Мне очень понравилось Можно наконец Нет Можно наконец Спокойно выпить Спокойно Теперь не будет Никто нас беспокоить Разные дела Вот Вронский здесь благороден В этом фильме Жертвует полком Родиану Он выходит из полка Потому что он очень ее любит Никаких мотиваций Тщеславия мужского у него нет У него есть только чистое Большое глубокое чувство К этой женщине И он готов всем пожертвовать Карьера и так далее Очень красивый его актер играет И очень талантливый Прям хороший Она же в свою очередь Вот в исполнении Грета Гарба Там так построена сценарная Режиссерская Что она не может выбрать Между любовью и сыном Там есть даже сцена в саду Где она говорит ему Что она беременна И вот Грета Гарба сидит Очень красивый сад Там художники тоже поработали Хотя черно-белая Но очень красиво Она сидит у пруда Такого искусственного Там лилии какие-то Значит И вокруг вот цветущие кусты Здесь слева появляется Сын Сережа А справа выходит Вронский И она вот прям Даже мизоценически видно Что она не знает Кому из них Кинуться Грете Гарба Мизоценически подарили Вот этот рисунок И она его играет Что как бы И да и нет То есть в принципе Они осуждают Анну Потому что он молодец Он всем пожертвовал А она вот дурочка запуталась И не оказалась цельной Просто сказала бы Да молодец И все И пошли Но не так Она заметалась Между старой жизнью и новой И от этого погибла Такова интерпретация Этого романа Вот в исполнении роли Греты Гарба Причем настолько Вронский Благороден Что в конце Когда Анна гибнет Он едет в Сербию воевать Все Он садится в поезд Он говорит Мне ничего не надо Я только Могу воевать Хотя я не помню У Толстого По-моему в Ромске Ни на какую войну не поехал Там какие-то другие люди Едут на войну Левин видит Уезжающих на войну Добровольцев И если Мне память не изменяет В этой сцене у Толстого Левин даже над ними Иронизирует Он говорит Ну вот Сейчас поедут Зачем Куда Какая это Сербия Потом более того Он видел Что люди Которые их провожали Делали это формально Они говорили Ура Ура То есть он там Иронизирует над Ура патриотизмом В принципе высказывает Современное либеральное воззрение Толстой На эту тему Достоевский Кстати в дневниках писателя Вышедших сразу В своих дневниках писателя Вышедших сразу После Анны Карениной Очень сильно критиковал Толстого Он говорил А что это граф Толстой Себе позволяет Это истинное проявление Патриотизма Мы едем помогать сербам Их там режут турки Мы должны помочь Православным братьям А Толстой Видите ли Над этим подсмеивается Так вот Вот эта интонация иронии Которая через Левина По отношению к войне в Сербии Заложена В фильмах Снята абсолютно И все кто туда едут Они молодцы И Вронский молодец Потому что он едет Во славу Отечества Сражаться Поэтому он такой Как бы благородный Каренин здесь очень любит Анну Тоже очень любит Анну Но он скрывает это Он интересно Очень актер здесь играет Он скрывает Своё чувство к Анне За позой Государственного человека То есть если Например у Гриценко Который В аккредитации Зархи Его занудный Совершенно Каренин Ходит Выклёвывает Мозг Анне Он реально Такой зануда То есть здесь Каренина играет Актёр Который Делает вид Потому что Ему больно Что его жена Ему изменила И тогда он прячется За свои обязанности Понимаете Он говорит А сейчас я занят И ты понимаешь Что ему больно Это сыгранно тонко Второй план играется Что как бы Ты сделал мне больно Но я занят Мне сейчас не для тебя Вот Это для 35 года Это круто Я вам серьёзно говорю Такое понимание Драматургии И особенно Возможность Исполнить это Актёрски В 35 году Уже почти 80 лет назад Это серьёзная Работа Актёра Действительно Здесь Я уже сказал Но здесь вот Если кто-то из вас Мечтает О кино Работать в кино Здесь надо Обучать операторов На этом фильме Потому что Операторская работа Просто выше всяких похвал Сейчас не все так снимают То что он сделал Со скачками Самая сложная сцена Когда вы снимаете Скачущих лошадей Да у вас ещё 35 год Вы в принципе Я не знаю Были ли у них краны Да Приспособления Которые сейчас есть Конечно не было коптеров Но камера движется Параллельно С скачущими Бешеным галопом Лошадьми И когда они Берут галопом Вот эти препятствия Причём снято вплотную Она прям вот Летят эти Ком есть земли в камеру Ощущение что ты прямо там И даже страшновато Это же крупные Животные несутся Понимаете И когда они переворачиваются У тебя тоже Такой эффект удара Происходит Очень сильно На визуальном уровне Здесь сделано здорово Прямо рекомендую Грета Габба Очень растерянная Вот она такая Растерянная Она такая жертва Она играет в жертву Её вот шарахнуло Молнией Она что-то не разобралась И а Умерла Ну мы же ещё ищем клюкву Серёжа Маленький мальчик Сын Очень крупного Чиновника Да Как я уже сказал Может быть Председатель Государственной Думы России Сейчас Всё время ходит В косоворотке В которой ходили Крестьянские дети Это как бы Удивляет немного Ну Оставим это на совести Художников по костюмам Более того В сцене в Венеции Где они там на балконе стоят Анна и Вронский Граф Вронский Тоже блин в косоворотке Реально Правда Вы наверное дети не знаете Да что такое косоворотка Это такая старинная рубаха Которая застёгивалась вот сюда Двумя кнопками Носили её строго крестьяне И Лев Толстой Но Лев Толстой носил потому что Лев Толстой носил потому что Он хотел быть похожим на крестьян Понятно да Но аристократы Аристократы Так не одевались Это точно сто процентов В косоворотке Но только если ради Только какой-то шутки Там и так далее Итак Интерпретация С 1948 года Вильяны Начало очень строго Как в романе Собственно говоря Начинается Просыпается Стива Облонский В своём этом И всё близко очень к тексту Но в отличие от американского фильма Здесь французская школа представления Вот там американцы Играют через переживания Очень психологически Здесь у них совсем представление Потому что режиссёр француз Может быть этим обуславливается Несмотря на то что фильм английский Но режиссёр француз Не помню как его звали Поэтому В 1948 году Вот смотрите Я вам только что сказал Как там оператор работал В 1935 Где кони несутся настоящие Всё круто Здесь же сцена После вокзала Когда встречает Анну Её брат Они едут в возочке К ней домой В санях Они едут почему-то в павильоне На фоне нарисованных задников В 1948 году Друзья Ну вы что В 1935 уже снимали на натуре А здесь задники И там нарисована Типа Россия Москва Ну я понимаю Они не могли найти Московскую архитектуру И всё такое Но там нарисована Какой-то собор Василия Блаженного И ты даже не останавливая На стоп-кадр Ты видишь Что это просто задник нарисован И его прокручивают Знаете Там стоят люди специальные И они прокручивают задник Он едет А в возок Ещё два специальных Человек вот так покачивает Которые за кадром Остаются И вот такой Спецэффект В отсутствии Компьютерной графики Но графика присутствует Потому что То что нарисовано Это уже графика Более того В одном месте Вот в этой Прекрасном Заднике Проехали нарисованные дети И это вообще было Просто Это выбивает сильно Ну стоят два нарисованных Мальчика И видно что они нарисованы Прямо конкретно Рукой-то А эти между собой разговаривают Вот это было странно Здесь Вронский похож на Молодого Высоцкого Если кто-то помнит Фильмы с ранним Высоцким Дуэль например По Чехову Где он с Олегом Далем Играет Такой с усиками Вот здесь герой Вронский очень похож На Высоцкого И он значительно моложе Чем в фильме с Гарба Там Артист был постарше Здесь прям Совсем молодой И он сильно моложе Самой Вивьен Ли Прямо вот это видно И это диссонирует Потому что Вивьен Ли Здесь уже так за сорок Хотя она Играет Анну Каренину Которой Ну сколько Анне Каренина лет Кто знает Тридцать Тридцать да Я боюсь даже там Двадцать восемь Может быть Тридцати даже нет Тридцати нет А Вивьен Ли Здесь за сорок А Вронский У нее двадцатипятилетний И это как-то так Тоже слегка Да Левину здесь лет сорок пять Хотя в романе Ему тоже двадцать пять Двадцать шесть А Стиве Облонскому Здесь пятьдесят Хотя он В романе тоже Молодой человек Ему тоже около Это все люди Около тридцати лет Не старше Здесь Каренин Очень погружен С азартом в свои дела Здесь Каренин Образ Каренина другой Ему дико нравится То что он делает Он конкретно такой Как сказать Трудоголик Знаете Человек влюбленный В то чем он занят Он говорит Блин круто Сейчас вот это сделаем Вот так замутим Он такой Я это назвал однажды Причем одному чиновнику Крупному такому Я сказал Слушайте А бывает административная страсть Он только раз на меня Представлял А он финансовый Омбудсмен России Вот на секундочку Омбудсмен По финансам Российской Федерации Он только раз на меня Представлял Да Я думаю Блин Они же тоже художники Понимаете Я говорю Административная страсть Он говорит Да И так Прям глаз Свернул И сразу Жахнул И гусар такой пошел Вот И вот здесь Каренин Здесь Каренин у нас Ровно такой Он просто Пылает административной страстью Он художник Своего дела Он талант Своего дела Он рулит Вопросами Ну просто Я-то на самом деле Знаю Несколько людей Которые Решают серьезные вопросы Большие вопросы И это все люди Действующие со страстью Это правда Друзья Это действительно Люди увлеченные Вот этим Они не ради денег Это делают Прямо вот так иногда Воу Не ради успеха Это делают А чаще всего Ради самого дела Потому что Их дико прет С этого Понимаете И успеха большого Достигают чаще всего Люди Которых прет От того что они делают Им нравится Вешать вот Большие государственные вопросы Здесь Каренин вот такой Это неожиданный образ тоже И поэтому он Собственно говоря Не очень обращает Внимание на Анну Тогда она ему там Что-то говорит Потом Я здесь вообще Говорю Я крутой То есть человек Ну в принципе Нарцисс Понимаете Он влюблен в себя Влюблен в то Чем он занят Он успешный Self-made man Который все сделал Он кстати не аристократ По происхождению Он не такой как Вронский Вронский граф В каком-то поколении Каренин Человек Который сделал себя сам И он добился успеха сам И здесь вот он Такого рода Играет человека Поэтому Здесь в образе Вивьен Ли Они делают Ей проще Смотрите У нее как бы Выбора даже нет Просто когда она Собирается ехать В оперу с Вронским Она говорит Каренину Она даже говорит Они дописали текст Вивьен Ли С этим своим милым Кукольным личиком Говорит ему Если ты скажешь Чтобы я не ездила Я не поеду Она прямо Как бы говорит Ну скажи Чтобы я не поеду Он говорит Да мне вообще все равно Каренин говорит Да езжай Повеселись Ну что ты развеся Там это У меня тут дела Дальше Она приходит К Сереже Он сидит И играет В какие-то игрушки А Со своим этим Воспитателем И она ему говорит Сережа Может Ты хочешь Чтобы я с тобой осталась Ты не хочешь Чтобы я поехал Нет-нет Мне интересно Иди езжай Куда хочешь Вот так решен Образ И драма Анны Карениной Через вот Вот в этом Сценарном Режиссерском Варианте И здесь мы понимаем Что у нее выбора нет И она так Как бы так Карень Серег Ауа И как бы Венли Так и в итоге И получается Обратите внимание Что в этой интерпретации Она вроде как Не виновата Видите да Она как бы им говорила Остановите меня Друзья Сейчас что-то Уууу Полечу То есть она как бы Боится наступающей Угрозы Опасности И как бы Даже взывает о помощи Но помощь не приходит Потому что все заняты Они говорят Ты забейся уже Вот Здесь конечно Она оправдывается И в Венли И этими режиссерами И так далее Это Получается что Это даже не соблазн В этом случае Нет никакого соблазна Это просто неизбежность Все судьба такая Как паровоз приехал Все иди Иди деточка Там тебя ждет Паровоз Да Здесь мне очень интересно Показалось Знаете что Что во всех фильмах Фильмы есть Действительно Очень чувственные Интерпретации Особенно Софи Марсо Там как-то Этот Бернат Роуз Ну Очень откровенная сцена Снял Да С Шоном Бином Шон Бин Это дети знают Это которая Игра престолов Главный стар Которому башку Отрубили в первом сезоне Он играет Здесь Воронского И У него Сцена Действительно Удивительно Красивая Софи Марсо Ну Как-то Предельно откровенная Детям смотреть нельзя Запретите Детям смотреть Фильм Бернат Роуз Там прямо 18 плюс И вот Есть такие Чувственные Интерпретации У Киры Найтли Есть чувственные Сцены С Ио Воронским У нас конечно Ничего нет Там где Самойлова Играют А вот У Виен Ли Что я к чему это говорю Она за весь фильм Практически ни разу Не поцеловала Партнеров губы Я просто вот заметил И даже когда вот Она бросается к нему То она касается Только его щекой Вот я вот Вот это не понял Но тоже какая-то Ее интерпретация Либо ее взаимоотношения С партнером на площадке Может она его ненавидела Я не знаю То есть вот в этом фильме Нет даже поцелуя Хотя они играют Очень чувственную историю Которая как бы Должна быть связана С прикосновениями Как минимум Здесь есть Очень интересная штука Здесь впервые Кстати появилась В этом фильме Сцена из хоррора Из такого Как бы Конкретно из триллера Она потом еще Появлялась И в других Экранизациях Когда Элемент триллера Был вот кстати У Софи Марсу В том числе Но там понятно Бернат Роуз Снимал не только классику Он снимал еще Хоррор фильмы В частности Кэнди Мэн Очень дико страшный фильм Детям нельзя смотреть Вообще И вот элементы хоррора Появились впервые У Вивиен Ли Вот напоследок Об этом вам скажу А потом еще немножко О русской скажу И отпущу вас У Вивиен Ли Появилась сцена Когда ее Когда она едет С Вронским Они переезжают Уехали когда из Петербурга Да От вот этого От негодования толпы Они остановились В каком-то чужом городе И он говорит Мне сейчас надо уйти У меня встреча с друзьями Он уходит И оставляет ее То ли в гостинице То ли в каком-то съемном доме Но в любом случае Она находится в чужом городе В чужом доме Никого здесь не знает Далее У нее нет денег Она не может выйти У нее нет карточки банковской Ничего нет Она же на содержании У мужа находилась Понимаете А теперь она на содержании У Вронского А тут вот этот момент Финансовый очень важен И значит он говорит Я скоро вернусь И уходит И вот в этой комнате Она сидит в Вивиен Ли Действительно очень красивая Это уже после сцены Ее родов страшных Я о них тоже сейчас чуть-чуть скажу Значит она сидит очень красивая Очень одинокая И ты понимаешь Она понимает Что опа Я никому не нужна И невозможно Ты никуда не можешь выйти Ничего И дом пустой И вдруг Значит смотрите Что творится Полная тишина И вдруг она начинает Слышать какие-то звуки В этом доме Шаги Шаги И она смотрит на дверь И мы все ждем Что дверь откроется И кто-то войдет Хотя мы знаем Что в доме никого нет И вот это было жутко У нее здесь прическа Очень похожая На И эта сцена вообще Очень похожа На сцену из фильма Ви Советский фильм 60-х годов С Натальей Варлей И прическа У Виен Ли Здесь Вот если вам любопытно будет Посмотрите Один в один Как у Натальи Варлей На мертвой паночке Я думаю что потом Когда они подбирали Образ паночки Для Ви Они взяли его Вот с этого момента У Виен Ли Потому что действительно жутко Вот когда она сидит И слушает вот это И конечно Я всю эту Вот эту экранизацию Смотрел только ради того Чтобы увидеть сцену Ее бреда В момент родов Эта сцена кстати Почти во всех экранизациях есть Когда она рожает Свою Вот эту дочку Аню От Вромсхва И она Если помните Она как бы Ну Находится в бреду Да В горячке в родильной И так далее Она не всех узнает Она бредит Она говорит что-то Все актрисы играют ее по-разному Чаще их плохо Чем хорошо Не вытягивают девочки Прям Ну это потому что Сцена запредельная должна быть У Толстого Она написана так Что тебе просто мост разрывает Ну просто вообще Я не могу это без слез читать Там ну И героиня находится И автор И текст Все три компонента Находится в состоянии истерики Наивысшей точке Вообще Возможной эмоции Какая только возможно Запредельного визга Фальцета И вот как Я думаю Как каждый раз смотреть Как справляются С этой сценой актрисы С Вивен Ли Мне было интересно Потому что я был почти уверен Что будет блестяще Дело в том Что у Вивен Ли Были проблемы с психиатрией Она Психически нездоровый человек была Она конкретно Лечилась у психиатров Наблюдалась В общем сумасшедшая И поэтому я думал Изначально Что эта сцена Должна быть Великолепна Она таковой И является Можете фильм не смотреть Посмотрите эту сцену Что она делает Просто лежа на подушке И вдруг Глядя на Каренина Которая появляется И она вдруг Ему говорит Я тебя не боюсь Оооо Это очень сильно То есть вот Вивен Ли уступает Грете Гарбо Во всем остальном Но сцена безумия Просто бомба Это очень круто У Софи Марсо Тоже очень трогательно Получилась эта сцена Но очень трогательно Экорализация Софи Марсо Вообще нацелена на то Что девочку жалко Вот ее дико жалко Весь фильм построен так Что Во-первых Вы смотрите на Очень милого человека Софи Марсо Нельзя не любить Она любимец Франции Вообще мирового кинематографа И она всегда Положительная героиня Она удивительна Она вот Трогательно Беззащитна Она как Я не знаю Как французский вариант Одри Хаббер То есть человек Который не может Играть отрицательные роли И вот значит И с ней все это происходит И поэтому Ее сцена Вот этого безумия Родильной горячки Она тоже очень такая Вас эмоционально задевает Ну и финал Марсо стоит У этого поезда И она У нее глаза Наполняются слезами Мы то знаем же Сейчас что произойдет А актрисе же Каждый раз Надо выйти на эту точку Тоже очень интересно Наблюдать Как они это делают Значит она выходит У нее слезами Наполняются глаза И потом она делает Запредельный Просто запрещенный прием Которого нет Ни в одной экранизации Она вот так стоит У нее слезы Наполнены глазами Мы понимаем На что она сейчас решается И потом она поднимает глаза И смотрит в камеру Она смотрит на меня И ты такой Аааа Это нельзя Нельзя так делать В кино Нечестно Сразу ты говоришь Нечестно Нельзя Нехорошо Но выбивает Просто сразу Понятно да Она раз и смотрит на тебя И следующим кадром Бернард Роуз Вклеивает Просто потрясающе Неожиданную вещь Мы видим маленькую То есть она Она смотрит на тебя Потом мы видим Маленькую девочку Стоящую На невысоком обрыве И вода И девочка Смотрит на нас Улыбается И хочет прыгнуть В воду И это так ниже пояса Что просто вообще И она в конце Раз и прыгает Девочка И делается кат Режиссер делает кат Понимаете да И ты понимаешь Что это прыгнула Анна То есть это очень талантливо Это прямо Респект Вот И опять же Обещал проговорить о финалах Вот говорю Как Софи Марсо Это делает И удивительно сделали Это с Кирой Найтли Джо Райт Неожиданно Совершенно действительно Он это придумал Но он использовал Еще и кинематографическое Средство звука Которое до этого Никто не делал Кстати Он это использовал И в сцене падения Вромского с лошади Если помните Там скачки в театре Происходят По сцене Проносятся кони Проносятся кони Два раза Третий И на четвертый Лошадь Фруфру Вромского Вдруг Влетает за рампу И падает сюда К нам в портер Камера стоит в портере Лошадь падает Вот сюда Прямо на нас И вы вот так Откидываетесь на кресло Дикий эффект Совершенно страшный Падение Вромского Вот ровно так же Он сделал и финал И за счет грохота Падающей лошади Да там было За счет падения тела И здесь Сделан финал точно так же Но опять же Со смещением Кира Найтли Стоит Так же на вокзале Как и Софи Марсо Глаза А не на вокзале Она стоит на колосниках Вот же в чем фишка Сначала И она смотрит в театре Туда вниз Потом вдруг Перед ней поезд оказывается Сразу на следующем Монтажной склейке Глаза ее так же Наполняются слезами Как у Софи Марсо И мы Внимание Здесь происходит Обман режиссерский Сценарный Мы понимаем На что она решается Сейчас Да Как бы вот эти слезы Все Потом раздается Свисток паровоза Внимание Лицо Кира Найтли Освещается Она только сейчас Понимает Что она сделает И это ее радует Вот это было неожиданно Это как в балете Новый парк Понимаете Прыжок Балерина совершила Которого ты не ожидал Оказывается Она плакала От другого Она плакала От того Что нельзя Ничего вернуть Но она не плакала От того Что я сейчас Упаду Под поезд Понятно Она стоит И как бы Все Я никому не нужна И потом вдруг Свисток Лицо освещается Она радостно улыбается И делает шаг А вот дальше Джо Райт Использует тот же прием Что с лошадью Удар такой Тело Как ударилось И в кинотеатре Особенно Там где идет Долбий звук Этот удар Очень сильный И поэтому Это производит Очень серьезные впечатления Так что вот друзья Каверов много Интерпретаций много Завершая разговор Могу сказать Только Одну историю Короткую Недавно услышал Кавер-версию Старой-старой песни Группы Альянс На заре Кто вот В школе учился В 80-е 90-е Можно помнить Знаете На заре Фальцетом поет Юноша И значит Василий Вакуленко Сделал кавер И он поет Очень низко Он низким голосом На заре Небеса Зовут И у него получилось Под кино Он делает Как будто Группа кино Исполняет Там биток Такой как у кино Казалось бы Ты ждешь фальцета А он уходит вниз И это очень здорово Мне дико нравится Я ему говорю Вася ты крутой Это бастер Это рэпер есть такой И значит Очень круто получилось Но я к чему это говорю Друзья Изначально Для того чтобы Круто получился кавер Надо придумать Основную тему Спасибо Леву Николаевичу Все Спасибо вам друзья Лев Николаевич Придумал Лев Николаевич Придумал Бессмертную штуку Все До свидания Бессмертная штука Спасибо за субтитрыми Продолжение следует...